Площадь теплиц в Дагестане сегодня превышает 200 гектаров. Помидоры и огурцы, выращенные в условиях закрытого грунта, пользуются популярностью и за пределами республики. Овощи, выращенные в теплицах села Аданак Карабудахенского района, особый бренд, известный еще с советских лет. В наше время получил второе дыхание. Материал Раима Абдулаевой. Вот так выглядит село Аданак Карабудахенского района с высоты птичьего полета. Стеклянные, поликарбонатовые и просто пленочные крыши теплиц, как визитная карточка этого населенного пункта. Вот такие вкусные помидоры у нас растут в Аданаке. Своя теплица есть практически у каждой Аданакской семьи. Ее внешний вид, размер и оснащенность зависят от трудолюбия владельцев. Магомед Ганапи Мусалаев на своих 20 сотках сегодня собирает первый урожай помидоров сорта Pink Paradise. В работе ему помогают супруга и дети. У нас земля такая хорошая, плодородная для помидоров. У нас с давних времен славится Аданак своим помидорами, овощами. Вот поэтому мы все занимаемся тем, что умеем. С этого года на грантовую поддержку государства могут претендовать фермеры, объединившиеся сельхозкой оперативы. Помощь может быть оказана по различным направлениям. Мы можем помочь и грантовой поддержкой. Это на различные направления. Это и покупка транспорта для того, чтобы возить помидоры. Это и строительство, допустим, каких-то своих производств и мощностей, которые будут помогать им выращивать рассаду. Это и снабжение ядохимикатами, удобрениями и прочим, прочим, прочим. И последующая переработка этих плодов и ягод, которые люди выращивают, не только здесь, но и в других селах. А эту теплицу Абдурашид Мусалаев построил практически из подручных материалов. Внушительными размерами она не отличается. Всего 20 метров в длину и 9 в ширину. Это всего 720 кустов помидоров. Но даже эта плантация – хоть и небольшой доход семейный бюджет. Ну да, чем ничего, так копейки можно зарабатывать. В настоящее время площадь теплиц Водонаки порядка 17 гектаров. Пока местные овощеводы испытывают серьезные проблемы с водоснабжением и газоснабжением. Хотелось бы просто, чтобы здесь, помимо, скажем так, господдержки, еще и оказывалась этому селу поддержка в плане дорог, в плане электричества, в плане газовых сетей. Если все эти вопросы в комплексе не решать, то, к сожалению, мы получим потом обратный эффект от того, что люди будут отказываться от производства сельхозпродукции. В Водонаке овощеводством закрытого грунта занимается 80% трудоспособного населения. В случае необходимости за советом обращаются к старейшему агроному Гусейну Аливу. 78-летний заслуженный полевод и ударник трудовой славы, огурцы, помидоры и капусту сажал еще при Советском Союзе. Сегодня трудолюбивый земледелец научился выращивать овощи круглый год и передает опыт молодым. Мне сейчас 78 лет. Я тогда не думал, вот так зимой однако помидоры выращивают. Сейчас люди привыкли. 10 лет у нас никого не строили, после развала. А сейчас все хозяйства выращивают помидоры. Раим Абдулаева, Амир Гитихмаев, Эльмира Магомедова, Хаси Газиамарова. Время новостей.